Достойный слава И мы должны начать с его главного сочинения «Начало». Надо сказать, что сам перевод, русский перевод слова «начало» не точен. Более точны переводы на латинские языки, элементы на языке, скажем, английский или французский, элементы. И само слово, стихия, говорит о разложении геометрии на основные понятия, точно так же, как слова раскладываются на буквы. Собственно, латинское слово «элемент» и придумано для того, чтобы перевести соответствующее греческое слово и представлять собой просто подряд идущие буквы, как русское слово «азбука», например. «Л-М-Н» латинского алфавита. Смысл слова «элемент» – это такое разложение на неразложимые составные части. И вот эти самые неразложимые составные части геометрии и представляет нам Евклид. О жизни самого Евклида знаем мы очень мало. Он, по-видимому, воспитывался у платоников, возможно, даже учился у Аристотеля. Вся его деятельность прошла в Александрии при государе Птолемее. Александрия становилась центром греческой мысли, и, собственно, Евклид в ней всю жизнь и проработал. И легенда утверждает, что когда царь Птолемей спросил его, вот нужно ли такое длинное сочинение, начало состоят из 13, а может быть и 15 книг, нельзя ли как-то это все покороче изложить для царя, Евклид ответил, что в геометрии нету отдельного пути для царей. Впрочем, такую же легенду рассказывают про Менехма и Александра, поэтому, может быть, этого ничего подобного и не было. Так или иначе, друзья, я никого здесь не держу, но шум мне очень мешает. Я прошу полностью воздержаться от разговоров. Значит, так или иначе, сочинение Евклида – такая удивительный памятник человеческой мысли, что видно уже потому, что по количеству изданий начало Евклида, во всяком случае, на первом месте среди всех научных книг, и, кажется, уступают только Библии. И сложилось это в самом начале книгопечатания. В самом начале книгопечатания уже появились издания в Венеции в 16 веке, в частности, появились, простите, в 15 веке уже появились издания «Начал Евклида». С нашей точки зрения особенно замечательно в началах Евклида то, что начало Евклида написано таким образом, как будто бы Евклид уже немножко догадывался о существовании геометрии Лобачевского и хотел написать свою книгу так, чтобы легче было геометрию Лобачевского придумать. Сейчас я объясню, что я здесь имею в виду, и скажу о знаменитом пятом постулате Евклида. Но давайте для начала поговорим, собственно, о логической структуре «Начал». Начало, по мнению исследователей, это синтетический труд, то есть результатов, принадлежащих собственной Евклиду, в них мало, а может быть и вовсе нету. И бессмертная заслуга Евклида состоит в том, что он дал систематическое изложение геометрии, изложение, которое было превзойдено в 19, а может быть и в 20 даже веке. И давайте вот посмотрим, остановимся на, кратко остановимся на том, в чем, собственно, состоят принципы изложения Евклида. Евклид начинает с определений. Первое знаменитое определение. Точка есть то, что не имеет частей. Точка есть то, что не имеет частей. Мы сейчас не будем, давайте, входить в критику Евклида. Евклид, естественно, такого рода определения, которые не очень понятно, что определяют, конечно, подвергались критике и, собственно, дали начало очень длинной традиции комментирования Евклида. Я только позволю себе здесь ограничиться небольшим анекдотом. Именно издание «Начал Евклида», одно из первых изданий в Венеции, которое я держал в руках недавно, было книгой, напечатанной книгой, первой, в которой применялись картинки. Книга была, книга напечатана, картинки расположены на полях страницы. И первая картинка, как вы понимаете, это самая точка, которая не имеет частей. А дальше там появляются отрезки, треугольники и другие картинки довольно сложные. Так или иначе, точка – то, что не имеет частей, линия – то, что не имеет площади и так далее, и так далее, и так далее. Определение. Дальше идут постулаты. Вот, собственно, то, что касается нас напрямую. Постулаты – это греческое слово «требование». Требование – то, что необходимо потребовать. Или, если точнее перевести греческий перфект, то, что необходимо считать потребованным. То, что необходимо считать потребованным. Эти постулаты вот как раз и замечательны с нашей точки зрения. Я сейчас их напомню. Значит, что же нужно считать потребованным? Ну, чтобы от каждой точки каждый может было провести прямую. Надо сказать, что Евклиф не очень ясно различает прямую и отрезок. Это один из аспектов ее книги, который подвергался критике. Чтобы отрезок можно было непрерывно продолжать по прямой. Второй постулат. Третий постулат – чтобы вокруг любого центра, любым радиусом. Евклиф не использует слово «радиус». Я, так сказать, осовремениваю ее терминологию. Чтобы вокруг любого центра, любым радиусом можно было провести окружность. Очень хорошо. Четвертый постулат – чтобы все прямые углы были друг другу равны. Замечательно. И вот знаменитый пятый постулат Евклида. Пятый постулат. Пятый постулат, который очень сильно отличается от всех предыдущих. И который утверждает, что необходимо считать потребованным, что всякий раз, как прямая, пересекая две прямые, образуются с ними внутренние односторонние углы, составляющие вместе меньше двух прямых. Эти прямые при неограниченном продолжении пересекались. С той стороны, с которой эти углы составляют меньше двух прямых. Я проиллюстрирую небольшой картинкой. Если есть две прямые и секущие, то углы меньше двух прямых, тогда эти прямые пересекаются. Вот этот замечательный пятый постулат. Уже видно, что он очень значительно сложнее, чем первые четыре постулата. Можно сказать, опять-таки, тут можно долго говорить о том, что постулаты Евклида недостаточны, что очень многое в рассуждениях Евклида принимается на веру, без того, чтобы это было явно сформулировано. Давайте еще раз говорю, сейчас критикой Евклида не заниматься, а напротив того, обратим внимание на то, что в этой замечательной книге пережило тысячелетие. А именно то, что Евклид заметил необходимость этого пятого постулата. Здесь он оказался гораздо проницательнее очень многих своих комментаторов, писавших через тысячу лет после него. Далее Евклид требует, накладывает общее понятие, это обычно переводится как аксиомы. Ну что такое общее понятие? Это скорее понятие логического заключения. Ну, например, что если две величины равны, и одна из них равна третьей, то и другая тоже равна третьей, или, скажем там, что целая больше части, что если к равным величинам прибавить равные, получается равные, и в таком духе. Это правило логического заключения аксиомы. И дальше идет, собственно, на этом основании определение постулатов и самых общих понятий, то есть аксиом, общее понятие, Евклид не использует это общее понятие, на этом основании строится вся геометрия, там первое предложение – это построение равностороннего треугольника, потом там признаки равенства треугольников, подобие, нет, простите, подобие, не то сказал, равнобедренности треугольников и так далее, и так далее, и так далее. Замечательным образом, Евклид очень долго, очень долго не пользуется пятым постулатом. Вот это совершенно замечательно. Он достаточно большой фрагмент геометрии развивает, вовсе не прибегая к пятому постулату. И действительно, собственно, эти высказывания, полученные Евклидом, все верны. Это те высказывания, которые верны и в геометрии Евклида, и в геометрии Лобачевского. Скажем, что треугольник равнобедренный по углам, равнобедренный является равнобедренным и по сторонам, что равенство углов влечет равенство сторон. И, например, да? Вся первая часть первой книги Евклида, первая часть первой книги Евклида, не использует пятый постулат. Пятый постулат возникает только во второй части первой книги в 28-м предложении, когда как раз он начинает развивать теорию параллельных линий. Дальше, давайте я совсем коротко пройду по следующим книгам Евклида. Вторая книга – это книга по геометрической алгебре, где Евклид получает геометрическим образом различные тождества вроде такого. Далее. Третья и четвертая книга – это окружности, вписанные и описанные около треугольников. Тут тоже, как мы немножко позже увидим, играет очень большую роль пятый постулат, потому что, хотя в любой треугольник на плоскости Лобачевского можно вписать окружность, вписать окружность, отнюдь нельзя сказать, это неверно, что любые три точки, не лежать на одной прямой, на окружности Лобачевского лежат на одной окружности. Это не так. Не вокруг любого треугольника можно описать окружность. И напротив того, если предположить, что около любого треугольника можно описать окружность, то отсюда несложно получить пятый постулат. Далее, пятая и шестая книга – «Подобие». Опять-таки, «Подобие» тут тоже, если предположить, существование хотя бы двух неконгруентных и подобных треугольников, то из такого допущения сразу следует пятый постулат. Далее, седьмая и десятая книга – это книги по теории чисел, в том числе учения об рациональных числах. И, наконец, одиннадцатая и тринадцатая книги – книги по стереометрии, учения о правильных многогранниках. И четырнадцатая и пятнадцатая книги, которые, предположительно, не принадлежат Перу Евклида, которые написаны его учениками, продолжают учения о правильных многогранниках. Как я же сказал, по своему логическому совершенству, по законченности изложения, по такому мастерству книга Евклида оказала ни с чем несравнимое влияние на развитие нашей науки. В этом смысле несколько комично звучат комментарии моих источников, советских авторов, о том, что Евклид, очевидно, незнакомый с единственно верным учением, не придает никакого значения практическим приложениям геометрии. Напротив того, приводятся комментарии, что когда кто-то спросил Евклида, и что же я смогу сделать после того, как я все это выучу, то Евклид будто бы сказал рабу, поди дай ему три копейки, он хочет иметь пользу от образования. Так или иначе, для развития мысли, развития человеческой мысли книга Евклида имела ни с чем несравнимое значение. Школьным учебником она оставалась вплоть до 19 века, а в некоторых английских школах и вплоть до 20-го. И, конечно, она породила огромный корпус комментариев. Комментариев к Евклиду. Так как уточнение Евклида. В книге Евклида нет прямых ошибок. Это совершенно замечательно. Но, например, иногда там используются предположения, которые не высказаны явно. И это указывали комментаторы. Это был такой большой корпус, огромный корпус комментариев к Евклиду. Так что впоследствии стало трудно и отличить, собственно, текст Евклида от текста комментариев. Эта задача решена тоже только в конце 19 века. Эти комментаторы сперва греческие. Тут важная роль принадлежит Проклу в 5 веке и Теону. Потом арабские. Собственно, книга Евклида вернулась в Европу от арабов. Потом, собственно, европейские авторов Возрождения. Еще раз скажу, это был огромный корпус комментариев, огромный корпус школьных переизложений. Совсем коротко я остановлюсь здесь, закрывая эту скобку. На русских изданиях Евклида впервые начало были переведены на русский язык в 18 веке английским соратникам Петра Великого Фарварсоном. И всего на русский язык есть пять переводов начала Евклида, что чрезвычайно мало. Например, пять английских переводов начала Евклида появились уже к 17 веку. И число английских переводов начала Евклида выражается многими десятками. Так или иначе, у комментаторов и читателей возникал совершенно законный вопрос. А нужен ли этот пятый постулат? Так как много есть мест в книге Евклида, когда предполагается то, что и так известно, то, что и так может быть получено. Естественно, что книга Евклида не могла быть полностью совершенной. Предполагается то, что можно было бы и не предполагать. И напротив того, не указывается предположение, которое необходимо было бы на самом деле сделать. То этот вопрос для комментатора, так как много других такого рода мест было обнаружено, то, как пишет один из моих источников, комментаторы Евклида стали пытаться исправить его в том месте, где он был в гораздо большей степени прав, чем они сами. Кстати сказать, здесь тоже сделано небольшое отступление, скажу о моих источниках. Главными источниками – это книги замечательного советского геометра Вениамина Федоровича Кагана. Дедушки моего научного руководителя Якова Григорьевича Синая. Вениам Федорович Каган написал блестящую биографию Лобачевского, к его сапятидесятилетию. Я напомню, что 150 лет Лобачевского – это 1942 год. Советский Союз ведет тяжелую войну. Была издана в этом 1942 году, прекрасно издана книга Кагана о Лобачевском. И я сам держал в руках экземпляр книги, которую Каган надписал своему тогда маленькому мальчику, своему внуку, сейчас великому математику Якова Григорьевича Синая. Так или иначе, Каган занимался Лобачевским всю жизнь, биография неоднократно издавалась-пересдавалась, Каган писал и об основаниях геометрии, и корпус книг Кагана – это основной мой источник для сегодняшнего сообщения. Кроме того, я использовал комментарии Рашевского к основаниям геометрии Гильберта. Но об этом я скажу немножко позже. Да, так или иначе, пятый постулат, можно ли его доказать? Здесь появилось множество доказательств, псевдодоказательств пятого постулата, в которых в действительности использовалось какое-то представление, эквивалентное пятому постулату. Давайте я сейчас сделаю большой скачок и перейду к доказательству, принадлежащему одному из предтеч геометрии Лобачевского, замечательному итальянскому математику Саккери. Итак, это итальянский иезуит, который занимался как раз вопросом обоснования учения о параллельных. Задача ставилась вывести пятый постулат из уже имеющихся. И тезис, который был взят за основу, который, как было установлено, эквивалентен пятому постулату, это такой тезис, что в треугольнике сумма углов равна двум прямым. В треугольнике сумма углов равна двум прямым. Было увидено, что если предположить, что в треугольнике сумма углов равна двум прямым, то отсюда следует пятый постулат. Это красивое и простое доказательство. Я сейчас расскажу. Итак, мы предполагаем... Предполагаем... В любом треугольнике сумма углов равна двум прямым. В любом треугольнике... Сумма углов равна двум прямым. Равна двум прямым. Доказываем равна двум прямым. Доказываем пятый постулат. Действительно проведем перпендикуляр и секущую. Мы предполагаем, что этот угол прямой, а этот угол меньше прямого. Несложно доказать, что на самом деле достаточно убедиться в том, что секущая пересекает перпендикуляр. Достаточно убедиться в том, что секущая пересекает перпендикуляр. Ну хорошо, давайте достигать этого последовательно. Проведем... Составим равнобедренный треугольник. Равнобедренный треугольник. Здесь прямой угол, здесь две одинаковые стороны. Так, у меня маленький вопрос к аудитории. Какие же оставшиеся углы прямоугольного равнобедренного треугольника? Вопрос к школьникам. Да, спасибо большое. Половина прямого. Значит, половина прямого. Значит, я пишу пина 4. Значит, четверть развернута, половина прямого. Пина 4. Очень хорошо. Мы использовали, заметьте, что сумма углов в этом прямоугольном треугольнике равна двум прямым. Ну и очень хорошо. Если бы эта наша прямая уже попала, наша секущая уже попала внутрь этого треугольника, то нечего было бы и доказывать. В действительности, кстати, это требование является аксиомой, между прочим. Так называемая аксиома Паша. Конечно, этого не понимал Евклид. В действительности, это нужно отдельно требовать, что если прямая пересекает одну из сторон треугольника, то она пересекает и другую сторону. Это требование, это аксиома. И это нужно накладывать как аксиома. Так или иначе, будем считать, что эта прямая не попала внутрь этого треугольника. Ну и хорошо, идем дальше. Отложим этот треугольник. Значит, здесь будет получаться... Здесь какой получается угол? Вот этот внешний угол чему равен? 135, совершенно верно. Я пишу 3π на 4. Совершенно верно. Соответственно, еще раз, сумма углов треугольника 180 градусов. Чему равны вот эти уголочки в нашем равнобедренном треугольнике? То, что в равнобедренном треугольнике углы равны, это предложение абсолютной геометрии. Оно не опирается на 5-паслот Евклида. Чему равны тогда эти треугольные углы? π на 8, да. Совершенно верно, да. π на 8. Очень хорошо, добавилось π на 8. Продолжаем. Таким образом, давайте я нарисую побольше вот этот уголочек. Что мы видим? Мы начали с π на 4. Потом мы получили π на 8. И так далее, и так далее, и так далее. И соответствующая геометрическая прогрессия сходится к π пополам. Таким образом, рано или поздно наша секущая попадет внутрь одного из треугольников. Потому что π на 4 плюс π на 8 плюс π на 16 и так далее в какой-то момент станет больше α. Потому что α меньше, чем π пополам. По нашему предположению. Это же и у Евклида в пятом постулате так сформулировано. В какая-то конечная сумма плюс π на 2 в степени k найдется такое k, что эта сумма будет больше, чем α. Вот и все. И соответственно, эта прямая попала внутрь одного из треугольников. Значит, она должна пересечь его сторону. Так как она проходит через вершину, то она не может пересечь ни ту, ни эту. Она, значит, пересечет эту. И, собственно, все доказано. Вот такое прекрасное доказательство, дорогие друзья мои. Прекрасное доказательство. Исходящее из того, что сумма углов треугольника равна двум прямым. Это важнейшее предположение. В геометрии Лобачевского бывают треугольники, равносторонние треугольники со сколь угодно малыми углами. Так сказать, с углами в один градус. Равносторонний треугольник с углами в один градус. Так что то, что это предположение эквивалентно пятому постулату Евклида, это, так сказать, совершенно ясно с позиции геометрии Лобачевского. Но вот я хотел это соображение зафиксировать. Что здесь мы имеем место с предложением эквивалентным пятому постулату Евклида. Таким образом, да, дальше различные исследователи, в числе их, давайте я напишу, замечательный швейцарский ученый Ламбер, потом французский ученый Лежандр, между прочим, чьим учебником по геометрии пользовался Лобачевский. И здесь я тоже открою небольшую скобочку, важную для дальнейшего течения лекции. Евклид почти не использует понятие движения. Я, в отличие, я думаю, от моих слушателей, учился по учебнику Погорелова, академика Погорелова, который понятие движения использует с самого начала. Там наложим треугольники один на другой, на третий и так далее. Евклид почти не пользуется понятием движения. Напротив того, именно в французской школе XVIII века, именно французы ушли от Евклида, стали писать новые учебники по геометрии, между прочим, именно этими учебниками пользовался Лобачевский в Казанском университете, составляя свой учебник геометрии для императорского Казанского университета. И одним из нововведений, одним из очень полезных новых соображений французской школы было именно систематическое использование движения. Я надеюсь, в самом конце лекции немножко сказать, как по-разному устроены движения в геометрии Евклида и в геометрии Лобачевского. Так или иначе, весь этот корпус работ привел только к тому, что самые изысканные попытки доказать пятый постулат ни к чему не привели. Я здесь сейчас тоже очень коротко приведу одну из замечательных попыток, одну из замечательных, так сказать, псевдодоказательств, которая, кстати сказать, даже к моим вполне старшим слушателям я с удовольствием предлагаю им указать, в чем ошибка в этом рассуждении. Знаете, таким образом, как видно из приведенного рассуждения, если в треугольнике сумма углов равна двум прямым, то имеет место пятый постулат. На самом деле, если даже хотя бы в одном треугольнике сумма углов равна двум прямым, то имеет место пятый постулат. Ну и хорошо, говорит Бертран. Между прочим, это псевдодоказательство появилось уже после работы Лобачевского. Это 60-е годы XIX века, что показывает, как трудно работы Лобачевского получали признание. Но об этом мы еще поговорим отдельно. Хорошо, говорит Бертран. Пусть сумма углов в треугольнике, вот в этом треугольнике, меньше двух прямых. Давайте отложим этот треугольник. Такую возможность дает нам геометрия. Для этого нет необходимости в аксиоме параллельных. Отложим этот треугольник очень много раз. И дальше замкнем полученную фигуру в пятиугольник. Давайте теперь двумя способами посчитаем сумму внутренних углов в этом пятиугольнике. С одной стороны, смотрите, пожалуйста, здесь мы имеем N минус 2 умножить на 2P. С другой стороны мы здесь имеем N на S, N вот этих треугольничков конгруентных. И еще N треугольничков, в которых какая-то сумма углов, но на самом деле в любом случае не больше, чем π. Не больше, чем π. Тоже, простите, я здесь вынужден это выпустить, но доказывается, что, значит, теоретически есть три возможности. Сумма углов в треугольнике может быть либо меньше π, либо равна π, либо больше π. Эти возможности отвечают, возможно, когда она больше π, отвечает сферической геометрией, но сферической геометрией невозможно продолжать прямые неограниченно. Так что, во всяком случае, постулаты Евклида не выполняются. Так или иначе, если даже отказаться от пятого постулата, то можно доказать, что сумма углов в треугольнике не превосходит, никак не может превзойти два прямых. Поэтому я здесь пишу NP для вот этих треугольников, потому что, во всяком случае, их не больше. Я получаю равенство, и, как вы видите, при достаточно большом N я получаю S больше равно π, и все. Итак, мой вопрос к моим слушателям, в том числе к старшим слушателям. Где же ошибка в этом прекрасном рассуждении? Где ошибка? Что-что? Ну, это ничего не... Даже если я там что-то ошибся, это не изменит верность рассуждения. Тут достаточно тонкая ошибка. Предлагаю подумать. Это, во всяком случае, есть в упомянутой книге Кагана. Разбор этой ошибки есть в упомянутой книге Кагана. Ошибка достаточно тонкая. Давайте я тогда скажу. Дело в том, что здесь латентно использовано предположение, что эквидистанта является прямой. А на самом деле эквидистанта в геометрии Лобачевского ведется совершенно иначе. И картинка совершенно другая. И прекрасное упражнение – правильно нарисовать эту картинку в геометрии Лобачевского. И увидеть, собственно, почему не получается. Каган. Значит, в книге Кагана это разобрано. Так или иначе, был накоплен огромный опыт, тысячелетний, можно сказать, опыт рассуждений о пятом постулате. И стало ясно, это было ясно уже математикам XVIII века, что как-то доказать не получается. Не получается доказать. Эта ситуация была очень похожа, между прочим, на ситуацию с разрешимостью уравнения пятой степени. Что-то огромное количество попыток, несколько столетий попыток, а решение никак не выходит. И возникает мысль, ее достаточно явно высказывает уже Ламберт, что, может быть, пятый постулат и нельзя вывести из общих аксиомов. Здесь можно было бы отдельно, к сожалению, временные ограничения нам не позволяют этого, отдельно обсуждать вопрос, собственно, являющийся, на самом деле, ключевым. Насколько геометрия Евклида, одно из представлений авторов, и, в частности, об этом пишет Кант в «Трансцендентной эстетике», в «Критике чистого разума», состоит в том, что геометрия Евклида, так сказать, зашита просто нам в мозги. Что мы не можем, что мы, так сказать, не можем помыслить другой геометрии, чем геометрия Евклида. Геометрия Евклида является как бы таким внутренней частью устройства нашего разума, пишет Кант. И, между прочим, очень сложный вопрос, как открытие Лобачевского соотносится с этим замечанием Канта. Немножко забегая вперед, я замечу, что доказательство неприверчивости геометрии Лобачевского основывается именно на ее сведении геометрии Евклида. Поэтому, так сказать, геометрия Лобачевского все равно как бы находит свое место в геометрии Евклида, я об этом чуть позже скажу. Но, так или иначе, я хотел бы подчеркнуть очень важный психологический барьер, стоявший перед исследователями Пятого постулата, барьер, который с такой невероятной смелостью перешагнул Лобачевский, состоящий в том, что, так сказать, предполагалось, что все равно невозможно помыслить, что можно заниматься какими-то внутренними химерами, какими-то такими кошмарами воображения, но все равно никак не может быть треугольника суммы углов меньше двум прямым. И совсем коротко я хочу здесь сказать про одного из авторов, который внес тоже большой вклад в развитие Евклидовой геометрии, это Яноша Бояи. Конечно, все мы произносим его на немецкий лад Бояи, но на самом деле правильное ударение в венгерском падает Бояи. И, собственно, он из местечка Бояя, поэтому и Бояи. Эта фамилия указывает на место. Бояяя был сыном тоже математика, Яноша сыном Фаркаша, Фаркаша Бояяя тоже математика и друга Гаусса. Друга Гаусса, отец Яноша был другом Гаусса. Они там даже в романтических традициях XVIII века давали клятвы в вечной дружбе. Фаркаш, отец Бояи, занимался вопросом о параллельных прямых и в сущности ничего не придумал. Янош, гениальный мальчик, его гений был совершенно очевиден, Янош придумал некоторые соображения, ведущие к геометрии Лобачевского. Придумал и записал их. Он сделал это в действительности позже Лобачевского, но труды Лобачевского на тот момент были изданы только на русском языке, их немецкое издание произошло позже, поэтому Бояя никак не мог о них знать. Я расскажу здесь хорошо известный трагический эпизод столкновения Бояи и Гаусса. Бояя Янош был не имея возможности учиться в Геттингене. Фаркаш хотел направить своего сына Яноша учиться в Геттингене у Гаусса, но Гаусс не согласился на это. Поэтому Янош стал офицером, офицером австрийской армии. Как офицер австрийской армии он имел очень много досуга, он стоял в какой-то крепости где-то внутри и мог спокойно заниматься геометрией. Он записал свои соображения, и отец послал соображения своему другу Гауссу. И Гаусс дал на текст Яноша Бояи совершенно невероятный ответ, который я частично процитирую, это очень часто цитируемый ответ. «Теперь кое-что о работе твоего сына». Гаусс пишет своему другу, отцу Яноша Бояи и Фаркаш Бояи. «Если я начну с того, что я не должен ее хвалить, что я не должен ее хвалить, это подчеркнуто Гауссом, то на мгновение ты поразишься, но я не могу поступить иначе. Хвалить ее значило бы хвалить самого себя. Ибо все содержание этой работы, путь, по которому твой сын прошел и результаты, которые он получил, почти сплошь совпадают с моими, которые я частично получил уже 35 лет тому назад». «Я имел намерение о своей собственной работе при жизни ничего не публиковать. Большинство людей совершенно не имеют правильного понятия о том, о чем здесь речь. Я встретил только очень немногих людей, которые с особенным интересом восприняли то, что я им об этом сообщил. Чтобы быть в состоянии это понять, надо сначала живо ощутить то, чего, собственно, здесь не достает, а это большинство людей совершенно неясно». Бояи был совершенно уничтожен таким отзывом Гаусса. Вообще Гаусс, надо сказать, был поразительно нещедр к молодым математикам. И, собственно, и в смерти Абеля, за раннюю смерть Абеля он конственно ответственен. Если бы Гаусс потрудился написать несколько строк на бумаге, то Абель, может быть, не ушел бы из жизни так безвременно. И Бояи он просто сломал, потому что этот уничтожающий отзыв Гаусса привел к тому, что Бояи больше ничего не сделал, фактически больше ничего не сделал в математике и фактически привел его к душевной болезни. Надо сказать, что когда Бояи, чтобы составить себе представление о том, насколько травмирован был Бояи отзывом Гаусса, когда сочинение Лобачевского в 1940 году вышло на немецком языке, и, кажется, сам Гаусс послал его Бояи, то Бояи решил, что это Гаусс издает свои собственные сочинения, но так как он, Гаусс, не решается издать эти сочинения под собственным именем, то он взял какой-то псевдоним и нашел какой-то такой город, которого и на карте нет – Казань. И какой-то такой университет, чтобы никто никогда не мог разгадать его псевдоним – Казанский. И вот под псевдонимом Казанским издал свои сочинения. Так подумал Бояи. И надо, впрочем, возвращаясь отдать справедливость Гауссу, что работы Лобачевского Гауссу ценил очень высоко, и даже медаль, которая здесь хранится в музее, дал Лобачевскому. И что очень важную роль для оценки трудов Лобачевского имели замечания на это, высокая оценка их Гауссом. Впрочем, найденная уже после смерти как Гаусса, так и Лобачевского в бумагах Гаусса. И для оценки того психологического барьера, через который перешагнул Лобачевский, я и замечаю, что Гаусс, всемирно известный ученый с абсолютно безусловным признанием, не решился ни одного слова публично высказать об этом трудном и щекотливом вопросе. И именно Лобачевскому принадлежит бессмертная заслуга, и, впрочем, и приоритет ему принадлежит, сочинение Лобачевского раньше, сочинение Бояй приоритет принадлежит ему бесспорно, но и принадлежит вот эта бессмертная заслуга с того, что он смело переступил через все возражения, как бы смело взял на себя ту бурю возмущения, которая и поднялась, когда были опубликованы его труды. Рассказывать о Лобачевском в Казани – это все равно, как приехать в Тулу с лекцией о самоваре. Я расскажу только именно эпизоды, может быть, менее известны моим слушателям, эпизоды травли Лобачевского после появления его трудов. К сожалению, как, впрочем, часто бывает в истории науки, палачом Лобачевского выступил математик чрезвычайно одаренный. Было бы очень легко, как известно, один из соучеников Микеланджело разбил ему нос. Так, значит, завидовал, что нос разбил. Но это был человек абсолютно посредственный. Было бы очень легко, если бы всегда гения атаковала только посредственность. Гораздо тяжелее то, что гения атакует человек тоже талантливый. Это Остроградский, так сказать, роль Герострата в нашей печальной, но абсолютно бесспорной и задокументированной истории принадлежит известному ученому Остроградскому, чьи теоремы вы проходите в школе на уроках физики. И он и обретает бессмертие так же, как и палач Лобачевского. Работа Лобачевского была Казанским университетом, коего он был тогда ректором, переправлена в Петербургскую академию. В Петербургскую академию для того, чтобы академия дала отзыв. Академия была обязана дать официальный отзыв на работы Лобачевского. Дать этот отзыв было поручено академику Остроградскому. Давайте небольшую выдержку из этого отзыва я и прочту. Отзыв составлен на французском языке, перевод принадлежит Мадзалевскому. Этот отзыв и даже его фоксимиле опубликованы в замечательной книге Мадзалевского, которую я, кстати, всем горячо советую. Мадзалевский занимался Пушкиным и занимался и Лобачевским. Большое издание, совершенно замечательное, 48-й год. Мадзалевский, материалы к биографии. Мадзалевский, материалы к биографии. Несомненно, она есть в библиотеке Казанского университета. Материалы к биографии. Издание Академии наук, 48-й год. Итак, что же пишет Астроградский Лобачевский? Академия поручила мне рассмотреть одну работу по геометрии господина Лобачевского, ректора Казанского университета. Надо сказать, что когда читаешь этот отзыв, то невозможно не поразиться такому петербургскому снобизму академика Астроградского. Он никогда не пишет там Лобачевский. Он пишет «Мосье ле ректор де Казань». Значит, господин Казанский ректор. То есть там вот четко звучит, что вот там в Казани они там решили исправлять Евклида. Это очень четко прочитывается в отзыве. Автор, по-видимому, задался целью писать таким образом, чтобы его нельзя было понять. Он достиг этой цели. Большая часть его книги осталась мне столь же неизвестной, как если бы я никогда ее не читал. В ней я понял только следующее. Можно допустить, что сумма углов треугольники меньше, чем два прямых. Геометрия, вытекающая из этой гипотезы, труднее и пространнее той там. Та-та-та-та-та-та-та. О том, что я прочел, считаю долгом сообщить Академии следующее. Дело в том, что Лобачевский вычисляет некоторые... Он очень далеко провел исследование геометрии Лобачевского, своей геометрии, и он вычисляет некоторые объемы. Тут он приходит к некоторым определенным интегралам, и в действительности Лобачевский допускает там ошибку, даже не ошибку, а, может сказать, описку. Впрочем, насколько я понимаю, если вы на ЕГЭ допустите такую ошибку, то вам снимут баллы. Вот и Лобачевскому, значит, Састроградский снимает баллы. Какая ошибка? Представьте себе, что в вычислении какого-то интеграла от тригонометрических функций параметра альфа у вас в ответе получилось альфа. Значит, если вы в ответе напишите альфа, то это будет неправильно, вам снимут баллы. Вы должны написать альфа, продолженное по периоду. Правильно? Альфа от минус пи до пи, альфа минус пи от пи до трех пи и так далее. Правильно? Потому что если интеграл периодично зависит от параметра, то и ответ должен зависеть от параметра периодически. Понятно, я объясняю свою мысль? Ну вот это Лобачевский не сделал. Вот этого не сделал Лобачевский. Ну и, как всем нам хорошо известна история с вступительных экзаменов, из двух определенных интегралов, которые Лобачевский считает открытием, один уже известен. Значение другого интеграла является новым. Оно – достояние господина Казанского ректора. К несчастью, оно неверно. Вот неверно, вот именно в силу вот этой ошибки. Два. Все, что я понял в геометрии господина Лобачевского, ниже посредственного. И так далее, и так далее. Книга господина ректора Лобачевского, господина ректора, да, Лобачевского, опорочена ошибкой, небрежно изложена и не заслуживает внимания Академии. Замечательным образом после травли в Академии начинается то, что мы сегодня назвали бы травлей в Фейсбуке. Но Фейсбука еще не было, поэтому начинается травля в прессе. На Лобачевском появляется пасквиль в сыне Отечества. Я еще раз хочу понять, я думаю, что присутствующие здесь официальные лица Казанского университета думаю, прекрасно могут понять, какое удовольствие они получили бы, если бы пасквиль на них появился бы в газете Коммерсант. Так что, кстати, это ситуация, когда региональный лидер получает пасквиль в столичной газете, я думаю, вполне актуальна на сегодняшний день. Да, так сказать, появляется пасквиль на ректор университета в газете. Есть люди, которые, прочитав иногда книгу, говорят, она слишком проста, слишком обыкновенно, в ней не о чем и подумать. Таким любителям думания советую прочесть геометрию господина Лобачевского. Вот уж подлинно есть о чем подумать. «Многие из первоклассных наших математиков читали ее, думали и ничего не поняли. Даже трудно было бы понять, каким образом господин Лобачевский из самой легкой и самой ясной в математике науки какова геометрия мог сделать такое тяжелое, такое темное и непроницаемое учение». И так далее, и так далее, и так далее. Немножко пропускаю. Дальше обсуждается, как же мог Лобачевский опубликовать, с какой целью он опубликовал. И автор Паскеля заключает совершенно замечательно, соображая все Сиес, большой вероятностью заключает, что истинная цель, для которой Лобачевский сочинил и издал свою геометрию, есть просто шутка. Или сатира на ученых-математиков, а может и вообще на ученых-сочинителей настоящего времени. И так далее, и так далее. Вот получается, что, понимаете, Казанский ректор для шутки опубликовал свое сочинение. Этот пасквиль, между прочим, вызвал резкий отклик начальника Лобачевского, попечителя учебного округа, Мусина Пушкина, и вызвал официальное обращение Мусина Пушкина к господиному министру народного просвещения. И министр народного просвещения сказал, что газета, конечно, напечатает опровержение, но газета опровержение никогда не напечатала. Так пасквиль и остался. И заключить эту скобку о биографии Лобачевского я должен тем, что, дорогие друзья, как это очень часто и бывало в России императора Николая Павловича, Лобачевский кончил очень плохо. Вообще, вот многие гениальные люди в это время в русской истории чрезвычайно богаты на гениальных людей. Гениальных людей, вызванных к жизни реформой образования императора Александра Павловича. Стандартный пример – это Пушкин, воспитанный представитель первого выпуска Царскосельского лицея. И точно так же Лобачевский – один из первых выпускников императорского Казанского университета. Император Александр Павлович, открывая императорский Казанский университет, привлек туда действительно лучшие силы. И такая возможность у него была из разоренной наполеоновскими войнами и революциями Европы в прекрасный, мирный, процветающий и богатый город. Можно было пригласить первоклассных математиков, и Лобачевский учился у математиков очень высокого уровня. И вот это дало возможность подготовить, дать Лобачевскому европейское образование и, собственно, создать Лобачевского. Лобачевский почти 30 лет был, собственно, простите, 30 лет профессором и десятки лет ректором Казанского университета. Но кончить, как и Пушкин, он должен был очень плохо, и вот как это произошло. В конце 30-летней службы, это была абсолютно официальная процедура, в конце 30-летней службы профессор императорского университета освобождал кафедру. Считалось, что 30 лет, после этого его служба заканчивается, и он уходит на пенсию. Это была совершенно официальная вещь. Вместе с тем была столь же официальная возможность, если университет желал сохранить профессора, то есть была официальная возможность его уволить на пенсию как бы за выслуги лет, все, точка. Но была официальная возможность сохранить звание, сохранить профессора университета, если предполагалось, что этот профессор еще может принести университету пользу. И ученый совет Казанского университета внес представление министру народного просвещения о том, чтобы двух профессоров, значит, Лобачевского и Симонова, Лобачевского и Симонова оставить на кафедре в силу того, что они еще могли бы быть полезны императорскому Казанскому университету. Министр народного просвещения рассмотрел эту просьбу и из двух профессоров выбрал одного. Одному из этих двух профессоров предполагалось остаться в императорском Казанскому университете, а другого предполагалось все-таки уволить. Я предлагаю слушателям угадать, кого из двоих уволили. Лобачевского, конечно, уволили. Лобачевского уволили, и точно так же, как Пушкину был предложен придворный чин, чрезвычайно оскорбительный, как все мои слушатели хорошо помнят, Пушкин в 30-летнем возрасте был приглашен камерьюнкером ко двору. Камерьюнкер – это была должность для 16-летнего мальчика. Камерьюнкер – это был такой паш императора, мальчик из хорошей семьи, но мальчик, который там бегал за императором. И 30-летним Пушкину быть камерьюнкером вместе с 16-летними мальчишками было чрезвычайно неприлично. Точно так же и ректору Лобачевскому его не только уволили, но и уволили с пощечиной. А именно ему было предложено стать помощником попечителя Казанского округа. Естественным развитием событий было бы то, что ему было бы предложено стать попечителем округа. Тем более, что попечитель и его покровитель Мусин Пушкин переходил в Петербург. Было бы совершенно естественно предложить эту должность Лобачевскому. Но именно этого и не было сделано. Ему была предложена должность помощника, то есть его уволили с понижением. А попечителем был назначен совершенно новый человек, с которым, собственно, у Лобачевска сработаться не получилось. И Лобачевский очень быстро оставил государственную службу. И так как, естественно, занятый работой ректора, который, как вы хорошо знаете, спасал казацкий университет от холеры, спасал библиотеку от пожара и так далее, он не имел возможности правильно устроить свои собственные дела. И, в сущности, Лобачевский умер в самой крайней бедности и почти ослепшем. То есть, кончина Лобачевского была настолько трагичной, насколько только можно себе это представить, впрочем, совершенно естественным образом для того времени, в котором он существовал. Но в остающейся у меня... Сейчас, кто председатель у нас? В остающейся у меня пять минут, я считаю. Да. В остающейся у меня пять минут я хочу совсем коротко сказать о развитии идей Лобачевского. Лобачевский умирает в полной нищете, полной безвестности. Как такой... Даже в Казани это видно по надгробным, сохранившимся надгробным речам. Конечно, все говорят о его уникальной деятельности как ректора Казанского университета. И действительно, что говорить, его деятельность была революционной. Как ректора. Сейчас оставляя полностью за кадром революцию в науке, сделанную Лобачевским. Но надгробные речи, очень естественно, очень тепло отзываясь о деятельности Лобачевского ректора, чрезвычайно деликатно оставляют за кадром деятельность Лобачевского ученого. Даже в Казани считалось, что Лобачевский такой наш любимый и великий ректор, который... Ну, у каждого человека есть свои заскоки. И вот заскок нашего любимого ректора в том, что он придумывает какую-то воображаемую геометрию. И, разумеется, точно то же самое было тем более в Петербурге. И должно пройти почти 15 лет со смерти Лобачевского для того, чтобы его идеи получили развитие. И в чем, собственно, развитие этого? Вот об этом я хочу сказать в остающиеся пять минут. Лобачевский построил очень-очень обширное здание геометрии, новой геометрии, которую мы называем геометрией Лобачевского. Но оставался вопрос. Может быть, следующее построение приведет к противоречию? Он разобрал и аналог теоремы Пифагора, и аналог построения от площадей объемов. Все. Теорем Пифагора, кстати, в геометрии Лобачевского, давайте я ее выпишу, формулируется так. Косинус гиперболической гипотенузы равен произведению косинус гиперболических катетов. Все эти теоремы и очень многие другие у Лобачевского были, и все это исчисление он развил. Но оставался вопрос, ключевой вопрос. Может быть, продолжая дальше эти исследования, все-таки можно будет прийти к противоречию? Как убедиться, что этого не может произойти? И здесь бессмертная заслуга принадлежит вновь итальянскому математику Эудженио Бильтрами. Бильтрами, а вслед за ним очень многие другие исследователи, Кейли, Клейн и Пуанкаре. Клейн и Пуанкаре. Как видите, такой итало-англо-немецко-французский альянс придумали, как свести геометрию Лобачевского к геометрии Евклида. Вот это совершенно потрясающая вещь. И, собственно, это я очень коротко скажу. Я как раз приведу конечное построение Бильтрами. Надо считать, говорит Бильтрами, что плоскость Лобачевского – это внутренность круга. Представьте себе, что наша Вселенная ограничена вот такой воображаемой окружностью. Но сам для этого воображаемая окружность вот этот абсолют был у Лобачевского. Поэтому то, что так надо считать, это вполне естественно вытекает от построения самого Лобачевского. Прямые, суть, настоящие прямые. А расстояние между точками, вот это очень важно, расстояние между точками. Расстояние между точками А, Б нужно принимать как вот такой логарифм А, Б. Коллеги, посмотрите, если я неправильно пишу, поправьте, пожалуйста, двойное отношение. Нужно воспринимать как вот такой логарифм двойного отношения. Логарифм двойного отношения. А движение геометрии Лобачевского, что такое движение, вот это потрясающе интересно. Что такое движение геометрии Лобачевского в этой модели? Движение геометрии Лобачевского – это так называемое проективное преобразование. То есть, о чем идет речь? Что нужно посмотреть на этот круг, так сказать, поставить лампу в какую-то другую точку. Осветить этот круг под углом. И можно таким образом выбрать угол, что круг перейдет в круг. Но центр круга перейдет в совершенно другую точку. Уже отнюдь не в центр. И вот группа всех таких проективных преобразований, между прочим, этих проективных преобразований, их очень много. Вот то, о чем я как раз и хотел сказать в самом конце. Группы движений плоскости Лобачевского, движения плоскости Лобачевского, они гораздо несопоставимо богаче, чем движения плоскости Евклида. Их группа проективное преобразование круга и являются движениями в этой плоскости Лобачевского. Можно легко убедиться, что все аксиомы Евклида выполнены. За исключением, естественно, пятого постулата. Это видно уже из картинки. Естественно, что из данной точки можно провести очень много прямых, не пересекающихся с данной. Здесь совершенно видна геометра Лобачевского. Отправляясь от этих построений, Гильберту принадлежит замечательная заслуга, бессмертная заслуга построения уже, это революционная работа, основания геометрии, построения оснований геометрии, такой полной аксиоматики геометрии, состоящей из пяти частей, на них нет возможности останавливаться. Это основания геометрии, системы аксиомы, из которой, удаляя некоторые аксиомы, можно получить и геометрию Евклида, и геометрию Лобачевского, и многие другие геометрии. Именно за эту работу Гильберт в 1903 году был удостоен медали Лобачевского Казанского университета, а представление писал Хуан Каре для Казанского университета. А я хочу закончить словами о Лобачевском Клиффорде, замечательная английская математика Клиффорда, который, как многие мои слушатели, наверное, знают, сказал, что Лобачевский – это коперник геометрии. Спасибо большое. Лобачевский – это коперник геометрия.